Для кого-то 8 марта женский день, духи и букеты, а для кого-то возможность поднять тему женских прав и возможностей. В следующем году этой традиции исполнится 110 лет. 8 марта 1908 года по улицам Нью-Йорка прошли представительницы социал-демократической женской организации. Они требовали сократить рабочий день и уравнять их в правах с мужчинами. И уже через два года этот праздник утвердили. Спустя столетия требования мало изменились и сегодня на улицы по всей Украине вышли сотни женщин. Но теперь не обошлось без зеленки, кефира и даже обвинений в пропаганде гомосексуализма. Наши корреспонденты подробнее о том, чего хочет женщина. Киевский марш «Защитник справ женщин» не обошелся без провокаций. Четверо радикалов облили участников женского протеста зеленкой и кефиром, утверждая, что шествие – скрытая пропаганда гомосексуальности. Это идея на раскладание украинского лада, украинского суспирства, на вечужение жимки человека. Несколько сотен женщин и мужчин, которые прошли по центру столицы, призывали депутатов ратифицировать Стамбульскую конвенцию, ужесточить наказание для виновников домашнего насилия и предоставить госпомощь их жертвам более 170 тысячам человек. Мы понимаем, что люди, которые обращаются за помощью, это очень маленький процент людей, которые реально страдают от насилия. Помощь никакой от государства мы не видим. А вот еще один марш в Ужгороде закончился победой радикалов. Они вырвали плакаты участниц акции, выкрикивая оскорбления. Но сразу скрылись, когда на место прибыли правоохранители. Около сотни женщин прошли сегодня под центральным улицам Львова, чтобы привлечь внимание к правам прекрасного пола. К шествию присоединились туристы. Свобода, правильность, чиновенство, литарность. По статистике заробітна плата жёнок меньше в среднем, ніж в чоловеках. Кроме того, есть такие... Например, у женщин с детьми очень тяжело найти квартиру. И никто не даёт снять квартиру. Праця, жёнка працюет на работе, потом она працюет дома. В нашей стране наразе есть отсутствие державы для поддержки жёнок, отсутствие понимания социальных проблем жёнок. И это наше завдание – говорить с обществом и говорить с державой. Главное требование Харьковского женского марша – равенство мужчин и женщин в вопросах заработной платы. Их девиз – разность, равность и солидарность. Три населения! Три населения! Половина населения – это женщины. При этом они отрабатывают две трети всех часов, но получают 10% всего мирового дохода и владеют только 1% мировой собственности. Активистки цитировали дискриминационный, по их мнению, документ. По действующему приказу Минздрава, более 400 профессий для женщин остаются под запретом. Женщина не может водить поезд в метро. Также туда входят сварщик, высотник, все производства, которые связаны со свинцом. Это звучит немного по-фашистски. Женщина должна быть собой. Она должна осознать, что она может делать то, что хочет. Если она хочет рожать детей, она рожает. Если она не хочет, она не рожает. Она имеет право работать, имеет право не работать. Участники акции надеются, что женский день будет не просто праздником, но и поводом для властей активнее решать проблемы украинок. Наталья Савченко, Светлана Шикера, Галина Якушко, Владимир Самченко, Александр Яновский, Юрий Голубинко. Подробности телеканал Интер.